Друзья, подписчики, всех приветствую на своем канале. Давно не выходило новых видео, было очень много работы, также много было времени потрачено в гараже для подготовки мотоцикла к новым дальним путешествиям. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с началом мотосезона 2022, с его открытием. Сегодня расскажу вам о своем пополнении в моем съемочном оборудовании. Это компактный мини-дрон от компании FIMI. Первый дрон я его рассмотрел приобретением. Сейчас перевестимся на стол. Достаточно давно я уже задумывался о приобретении такого квадрокоптера, потому что сам имел непосредственное отношение к авиации. И вот, наконец, по каким-то случайным стечениям обстоятельства, я случайно увидел этот дрон, заказывал его на Алиэкспресс, и доставка была из России. Стоил он на тот момент примерно 24, там, с копейками. Сейчас они, по-моему, еще даже немного подешевели. В общем, по комплектации. Здесь, когда я его открыл, конечно, у FIMI здесь все красиво. Написано «Thank you». Убираем это в сторону. Здесь сам дрон. Такой он компактный. Дальше идет какая-то картонная проставка для фиксации. Два шнура. Это я уже их подготовил к полету. Там еще есть дополнительные шнуры на разные телефоны, переходники. Инструкции. Пульт дистанционного управления. Берем его в сторону. И вот еще в такой коробочке. Здесь два шнура, также два кабеля для айфона и микро-юсби для телефонов с разъемом микро-юсби. Отверточка для замены лопастей и запасные лопасти в количестве четырех штук. И также к ним запасные винты. Данную красивую коробку, конечно, придется поставить на полку. Так она и будет стоять, потому что транспортировка дрона меня не устраивает. Вот так все. Соберем на место. После приобретения дрона... Сейчас покажу. Здесь пульт используется без экрана, с телефона. Скачивается приложение, устанавливается на телефон. И уже экран смартфона является экраном самого пульта. Я здесь не буду сильно заострять внимание на обзоре самого дрона, потому что в интернете очень много достаточно качественных, полезных обзоров с замерами всех характеристик, сравнениями видеокамер и всего прочего. Здесь я хочу просто поделиться с подписчиками, со зрителями своим приобретением. И также хочу рассказать вам про кейс для транспортировки и хранения. После того, как я купил дрон, я увидел на Алиэкспресс такой кейс. Он достаточно компактный. Конечно, можно было еще поменьше, но меньше я не нашел. Это самый маленький кейс для дрона на Алиэкспресс. Он уже изготовлен специально под эту модель. Здесь такой плотный материал, который будет защищать дрон. Очень удобная ручка. Сшит он качественно, нигде ни одной никакой нитки не торчит. Приятный материал. Здесь отсек для проводов и каких-то других компонентов под замком молнии. Потому что на сумке для камеры у меня молнии нет. И это все частенько вываливается. Сейчас покажу примерно, как выглядит. Вот это вот для камеры сумка. Из-за того, что здесь нету молнии, часто, когда в кофре это все переворачивается, начинают выпадать провода. Теперь, имея камеру и дрон, можно разнообразить неплохо кадры из видео. Взять разные ракурсы. Попробуем поместить сам дрон. Ну, ради интереса я для вас его разложу. Включать не буду. Летать тоже не буду. Потому что, ну, смысл снимать одно и то же. Там в Ютубе полно этих видео по обзору, по полетам и по сравнению. Вот такой дрон. Снимает он уже в 4К. Я пока для себя не решил. Скорее всего, буду снимать в Full HD. Потому что обрабатываю. И камера у меня пишет в Full HD. Этого вполне достаточно для каких-то любительских фильмов. Потому что на профессиональную видеосъемку я еще не претендую. Сам дрон. Я, кстати, для него сделал... Сейчас мне идет с Алиэкспресс. Тоже такой фиксатор лопастей. Я пока его сделал с обычной липучки. Вот так это все выглядит, чтобы лопасти не портились. Сюда вставляется дрон с батарейкой. Сюда можно также вытащить батарейку. И ставить ее отдельно. Это сам аккумулятор. Это дрон с батарейкой Pro-версии. Весит он 248 грамм. Но, к сожалению, правила уже поменялись. И этот дрон подлежит регистрации. Аккумулятор. Вот еще два отсека. Я думаю, под аккумулятор. Но он очень туго входит. Я там что-то придумываю со временем. Потому что я еще один аккумулятор заказал. А в дальнейшем может еще три аккумулятора. Потому что одного аккумулятора в идеальных условиях хватает где-то на 29-30 минут. Сюда помещается пульт. Все достаточно плотно входит. Все, пульт лежит. Дрон здесь. Лопасти и дополнительные шнуры можно положить сюда. Причем вот этих два шнура я вряд ли буду использовать. Но ладно, пусть пригодятся. Возможно телефон другой будет или еще что-то. Этот шнур для зарядки аккумулятора и для зарядки пульта. Отверточку также сюда будем размещать. Еще для данного дрона я купил две карты памяти Samsung. Сейчас очень много на рынке карт памяти. Очень большой и разнообразный выбор. На самом деле сложно выбрать подходящую флешку. По всем параметрам. Почитал информацию. Посовещал со своими друзьями. Кто хорошо разбирается в этой теме. Вот такие флешки. На данный момент соотношение цена-качество просто идеально. Каждая флешка там с учетом скидки на онлайн трейд. Я заказывал примерно 1000 рублей на 128 гигабайт. Сейчас я поближе поднесу камеру, чтобы было видно. Вот все параметры этой флешки. Можете видеть. Ну и качество Samsung конечно бесспорно. Я пользуюсь лично Samsung в такой скорости. И вторые флешки у меня SanDisk. Сейчас тоже покажу. SanDisk по 64 гигабайта. Тут вряд ли будет видно что-то на камеру. Вот такие SanDisk. Extreme Pro. Тоже достаточно неплохие. И также у меня одна флешка есть. Она сейчас вставлена в этом дроне. Сейчас я ее достану. Тоже покажу. Это Samsung EVO Plus на 64 гигабайта. Все эти флешки достаточно высокоскоростные. Проблем с записью никаких нет. Все. Две флешки будут наверное в дроне или в камере. Не знаю. То есть у меня флешки с камеры также поддерживают все скорости доступные для дрона. Запрашиваемые им. Поэтому пока на данный момент будет вот так. Если где-то будет невозможность полетать над морем или какими-то другими там объектами, где можно потерять дрон, я буду использовать пустые флешки на 64 гигабайта свои, чтобы в случае потери дрона не потерялась предыдущая записанная информация. Потому что на 128 гигабайт достаточно много можно записать. И в конце поездки там не знаю утопить дрон в речке или в море. И будет очень неприятно потерять всю запись со всего путешествия. Поэтому в камеру я переставлю самсунг на 128 гигабайт, а в дрон положу флешки. Или сделаю одно 128-264. Ну посмотрим короче. Вот такой кейс-чехол. Все плотно закрывается. Этой крышкой он прижимает самого дрона. Он там никуда не денется, ничем нигде не болтается. Вот если можно забрать, все очень плотно лежит. Сам кейс достаточно прочный. То есть где-то в кофре чем-то продавить его почти нереально. Ну вот друзья и все, чем я хотел с вами поделиться в этом видео. Такой небольшой обзорчик. Я думаю кадры с данного дрона уже какие-то ракурсы вы увидите в других моих видео. Про путешествия или возможно какие-то локальные и местные поездки. Если у кого есть какие-то вопросы по дрону. Или наоборот кто-то хочет поделиться со мной опытом эксплуатации этого дрона. Буду рад вас видеть в комментарии. Там также мы можем обсудить какие-то вопросы связанные с мотоциклом. Так что пишите. Мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok